всем привет этот сидел проверял все настраивал что-то залип на себя как будто его завис реально продолжаем играть the walking dead все больше играю все больше хочется повыживать реально хочется прям уйти в поход взять пару инструментов какую-то лопату туристическую мультитулыч нож палатку котелок спальник все ну матрас ну этот знаете коврик наверное раскладной петки пеночный коврик и спальник и вот так вот взять и пойти в поход вас такого желания нет мне почему-то лютое короче когда придет друг друган из армии костик надеюсь ты это посмотришь мы короче с ним наверное пойдем в поход ладно продолжаем the walking dead это такое вступительное лирическое отступление так можем посмотреть все смотреть взять компакт-диск концерт дверного брата джареда 13 октября 98 года девяносто восьмого года может так напоминает школу так это кто это они клем нам тут помощь не помешает вот сара бери и развес вон там ты была знакома с кенни наверное здорово увидеть его снова он что-то говорила о прошлом нет он не хочет говорить о том что было до нашей встречи теперь людей нужно уговаривать отлично осталось только верхушка у нас на верхушке елки всегда был ангел моя семья рождество не праздновали но украшение мне все равно нравится найдите верхушку для елки еще верхушку для елки камин ого какой он здоровый не но это крутое место для выживача наверное их ну типа крутой лес рядом возвышенность куда ну зомби ам наверно сложнее всего ну сложнее будет чем по городу то есть это просто крутая местность тут вот единственные проблемы это люди почему она никому не говорит о этих о том что она видела так чё наверх наверно и такого не видела с тех пор как как что это безумие зачем им за нами аж сюда идти как бы еще мы точно не знаем неделя прошла чувак надо из леса уходить мы точно не знаем может они нас выслеживают выслеживают по-тому они что ниндзя клемм люк сказал что ты видела в долине каких-то людей я видела свет в какую сторону они пошли обратно в лес нам нельзя рисковать на рассвете уходим но мы же можем спокойно переночевать а клементина ты говорила с уолтером так ведь что он говорил он еще кое-кого упомянул еще кого-то кого своего друга его зовут мэтью слушай мне плевать что сказал этот мужик сегодня ночью ночуем здесь поговорить с остальными они тебе доверяют может удастся что-то узнать пойду люка найду дорогой мне нехорошо ребят что такое мне просто нужно что-то нибудь выпить делаю сейчас вернусь ля ну подождите когда она родит она же что-то вроде как-то это спешит у тебя все в порядке немного голова кружится я даже о себе позаботиться не могу как я буду ребенок о ребенке заботиться будет непросто знаю будет трудно но в то же время мне уже не так одиноко потому что я знаю что бы ни случилось у меня появится новый человек она шевелится хочешь послушать гадость можно но я не знаю я типа пытаюсь сделать как бы людям понравится наверное я бы в реале сказал не 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 спасибо мне похуй реально а сейчас чихну отзывите бою кружку как будто там должно быть молоко да там кока-кова без сахара она будет бегуней ребенок не его когда чей же он меня убьет если устает я не знаю что делать он тебя не убьет а вот и мой мужчина у тебя все хорошо детка все хорошо надо тебя покормить спасибо что с ней побыла клем можешь пойти спросить этого уолтера когда мы будем этим или я люблю пыш теперь не могу такое обращать знаю но я серьезно я тоже тебя мальчик а теперь отдохни гениально это маленькой девочки рассказывать конечно ну ты дура я для я проболтаюсь какой забавный малыш ну бери его хорошее место точнее эта игрушка на ветку на верхушку тук-тук-тук-тук-тук так туда нельзя сюда и тоже куда можно я думаю ты не похожи вы чё идиоты блин а как как какать почему игрушку нельзя взять нормальная тема на елку пошла бы так чё нам на улицу куда идти выпутить эти мы тут они решили значит не закрываться до гениально не дома одно сплошное окно вот реально где игрушку должен найти уж все таки наверх как будто там дальше можно куда-то пойти или нет алло ангелочек так классно красота раньше я любила это время года знаешь с приходом твоих друзей я начинаю себя ощущать как дома мэтью и уолтер удивительные люди честно говоря бы такими добрыми добрыми опасно но они как мэтью выглядит о мужчина он красивый чуть пониже уолтера он должен скоро вернуться клем я хотела тебя спросить тебе не кажется что кенни стал другим похоже он и правда не такой каким я его помню в каком смысле не знаю ну вы тут в трое кенни разве не здорово я отнесу дорогая пожалуй я справлюсь кен я же сказал я отнесу всегда строят из себя джентльмена ну говорю тебе когда я его встретил он и пушинки бы не поднял что ж ужин подан давайте к есть для ну мы убили мэтью а варианта не убивать мэтью вообще никакого нет то есть чего бы мы не сделали выжил бы этот значит чел с пистолетом короче вот этот в кепке выжил бы сто процентов в порядке приятель просто я жалею что выстрелил постарайся забыть вот здесь клемм нет да вы че гоните это сложно бля какой сложный выбор для го все вместе сядем так сесть рядом с люком рядом с кенни бля сори кенни я наверно пойду с люком люк вроде адекватыч сори кенни это твой друг какой он человек да мы как раз говорили об этом кенни что ты о нем думаешь клем я ему доверяю и свою жизнь доверишь думаю да вальтер мне сказал что у него семья погибла это ужасно такое может сильно травмировать он нормально не сомневаюсь всем было очень тяжело еще бы привет привет надеюсь еда тебе нравится она отличная спасибо персики и фасоль очень питательно но из организма выходит не очень приятно скажу я вам значит люк и ник люк и ник вы ребята прям сладкая парочка что это значит это значит что вы похожи на хороших друзей и все так что вы тут планировали делать дождаться зимы вообще-то мы думали идти дальше куда-нибудь на север слышал о местечке под названием вэлингтон да мы с кристо шли туда рядом с мичиганом может быть больше большой лагерь мичиган ты что плохо слышишь пацан да мичиган подумайте пресная вода много земли и жутко холодные зимы ходячие будут медленнее слушай ванилла айс не знаю что ты задумал на утром можешь уходить никто тебя не держит меня это вполне устраивает клин что с этим типом и кейти как на нахрен пожалуйста не ссорьтесь господа прошу вас в этом нет необходимости послушайте у всех был долгий день пожалуйста ешьте и конфлик подай банку дак дак кто такой сдак оставь его в покое люк эй клементина можешь на минутку выйти мне и помочь ну и когда они ссорятся тяжело их так озвучивать вот это я себя похвалил читать субтитры я хотел сказать от этого мучивания будто я профессиональный озвучка а мне жаль я был учителем я помню какого это оказаться между двумя группами подозреваю скоро они придут к взаимопониманию может понадобится какое-то время но так уж все устроено все будет хорошо пока слушай отношения как механизмы я хочу остаться с тобой кейни значит останешься значит кейни обрадуется я по нему скучала а он скучал по тебе уверяю тебя говорят наступил конец света но открою тебе секрет это не так сейчас люди думают о политике больше чем когда-либо раньше в конце концов мир не изменишь не изменишь мы лишь можем продолжать учиться друг у друга сопереживать и думать головой любая война признак фиаско человека как мышление ну у нас полно времени не прочитанного мы с тобой на верстаем мой напарник мэтью коллекционер литературу думал тебе понравится любом случае суть в чем пока мы сохраняем рассудок мы всегда можем сделать правильный выбор правильно правильно в чем дело климатино что ты хочешь мне сказать я волнуюсь из-за людей которые нас преследуют ты уже в безопасности не беспокойся мэтью скоро вернется и все будет хорошо привет ребята о чем болтается о политике какого ну раз ты из флориды ки не думаю о политике ты знаешь все уж единственное преимущество жизни после апокалиса в том что больше не надо сталкиваться с этим дерьмом я хотел пойти окна проверить пока буря не началась поможешь конечно бля его убьют стоп роз он слишком позитивный мисс мисс прошу вас у вас еда есть у вас все в порядке я взяла дом и у меня семья умираем с голоду мы живем вон там конечно почему бы вам дом не зайти мисс бонни уолт я даже не знаю мы вот так ее в дом пустим все нормально кенни но эту девчонку не знаю значит надо с ней познакомиться верно клемм проверяю есть ли у нее оружие да правда спасибо но надвигается буря и мне надо к семье возвращаться значит я вам что-нибудь сюда принесу в этом нет необходимости нет нет все хорошо как же ваши люди у нас много всего никуда не уходите я скоро вернусь у меня есть маленькая девочка как ты сколько тебе лет милая одиннадцать я думала ты старше это вам мисс это слишком много не стоит благодарность не знаю как вас благодарить просто помогите еще кому-нибудь огромное спасибо мне пора идти будьте осторожны вы тоже клемм иди домой ложись в постель нам с уолтом надо минутку поговорить ну мне кажется она из группировки этого клемм иди не пугайся бля они увидели что за нить послушай мне надо кое-что тебе сказать тот тип на мосту был другом уолтера я знал что случилось и спросил саритов что делать будем не знаю по-моему уолтер еще не знает так что надо бы об этом помалкивать в смысле не известно что он выкинет если узнает я ничего не скажу ладно ладно хорошо тот нож еще у тебя если он принадлежал мэтью и уолтер его увидит он сумеет сделать очевидный вывод среди остального оружия ладно иди и от него избавься а я найду я отвлеку уолтера о еще за ником присматривай я здесь что стряслось нам надо кое-что тебе сказать слушай если что-то происходит я хочу об этом знать о господи боже поклятие ник заткни пасть не могу чувак не могу блин не выдай нас не выдай все кончено придется ему сказать люк что нет ник этого нельзя делать блин ты что сдурел надо ему рассказать ага ага ник предупрежай тебя это блин самоубийство я не могу сказать переживу господи боже господи я этого не выдержу слушай клэм иди уже сделай то дело хорошо ха 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 как я быстро переобулся не надо сказать надо сказать опа опа а ножичек то уже забрали его там нет ой 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 уолтер уолтер я всегда нравился этот нож подарил его мэтью когда все только началось я знаю что он мертв кто это сделал тот парень как его ник я слышал он раньше говорил о том что какого-то человека застрелил я видел у него все на лице было написано это все все из-за нас господи не не нехорошо его ник застрелил ник хороший человек да хороший он хороший парень уолтер он мне жизнь спас он всегда уходил один я ему говорил что случится что-то подобное но он не слушал да мэтт своевольным что происходит тебе нужно ему сказать сказать ему что то что случилось на мосту скажи что ты сделал давай скажи сынок скажи что случилось издалека я не разглядел кто это мне показалось что он хотел моих друзей застрелить и я застрелил мэтью но все произошло очень быстро я и не знал попал ли в него оказалось попал и я не хотел ты понимаешь что ты со мной сделал хоть немного понимаешь не хотел мне очень жаль мне очень жаль волтер но нормально энергию получили что происходит Из-за Бори он вращается неуправляемо. На шум придут ходячие. Надо его сейчас же выключить. Ник, помоги. Стволы нести. Стволы? Жалко Уолтера. Это что, как звонок к обеду? Да как они ее хотят выключить? Там же нет стопора. Черт, что это было? Слишком много... Черт, наверное, трансформатор сломался. Надо проверить, мне помощь не помешает. Я с тобой пойду. Я тоже пойду. Нет, слишком опасно. Остальные, выключите эту штуковину. О, как ее выключить? Кто-нибудь знает, как это делается? Отлично. Я сделаю. Ладно, мы тебя прикроем. Ник, осмотри деревья вместе со мной. Так, вижу ключ. Черт, это слишком темно. Так, вижу ключ. Беру ключ. Вставляю ключ. Так легко? Лол. Ну, там, наверное, пипяу. Что-то не так. А им не доводилось придумать ловушки. У нас мало боеприпасов. Надо вернуться в дом. Они и сзади нас. На что они постоянно рассчитывают? Я не понимаю. Так, надеемся, никто не сдохнет. What? Ой, what? Так. Ну, кто-то сдохнет. Если идет орда, точно кто-то сдохнет. Да, бля, там, пробежать так изи. What? Нужно два патрона. Ээээ. Чем я не попадаю? ГГ. А я все без патронов. Беги, быстро! Ай! Не надо! Бля, винтовку! Ну, вообще, нихуя нет. Не останавливаемся. Скорее в дом. Какой-то челик. Ой-ой. Мне кажется, не лучшая тема. А-а-а-а-а. О, фак. По-моему, это не помогло. Ножища. Ножища-профит. Все он такой здоровый. Давай, лезь сюда своей башкой. Получай. А, нож одноразовый, я так понимаю, да? Ник! Пожалуйста, помогите! Ну, нет, я не думаю, что он Уолтера застрелит. Точнее, Уолтер Ника застрелит. Там хороший все-таки. Подавленный мужик, но хороший. Клем, давай в дом! Клементина, ты как? Какого черта? Куда? Ну, я так и думал, что она с ними. Здорово, ребята! Где Ребекка? Где Ребекка? Карвер. А, это... Ребенок Карвера? Я тоже над тебя видеть. Папа, Сара! В дом. Реально, ребенок Карвера. Это ты! Это ты! Не останавливайтесь! Бля... Че сейчас, стелс? Смотри в это место! Только посмотри! Блин, дом огромный. Билот очень понравится. Остальные могут быть где угодно. Как мы будем это... Сторожить и остальных искать? Джонни, следи за этим окном. Сейчас он будет разочаровываться в людях, поймет, что... Все крысики вонючие. Нельзя так легко всем доверять. Ну, а что мы сделаем? Мы их никак не убьем всех сразу. Калаши есть. Ну, крутой. Лидер, так сказать. Крутой лидер. О, папа! Слушай, вопрос будет сзади на один раз. Где Ребекка? Сара, посмотри на меня. Все будет хорошо. Ребекка! Ребекка! Наш ребенок достоин того, чтобы расти в безопасном месте. Я знаю, что ты где-то там. И Элвин, и Люк, и девочка. Все очень просто. Хотите, чтобы все это быстро закончилось? Ведите себя хорошо и покажитесь. Не трогай моего папу, пожалуйста. Он его убьет. Нет, он... Надо спуститься. Не могу. Надо Карлосу помочь. Единственный способ ему помочь сделать то, что говорит этот человек. А что Люк и Кенни? Глянь их на их стволы. Начнем стрелять с обеих сторон. Погибнут люди. Клим сможет незаметно выбраться. И что она делать будет? И ты слышал, что он сказал? Карвер знает, что он с нами. Стой, не трогай моего папу, пожалуйста. Мы спускаемся. Он тебя убьет. Пошел ты. Стреляйте в него! Кто-нибудь, стреляйте в него! Он его убьет. Ребекка, нам придется сдаться. Билл, остановись! Ты в порядке? Пошел ты, Билл! В этом нет необходимости. Пожалуйста, отпустите этих людей. Да заткнись ты. Клим, до моих рук дотянешься. Только тихо. Люка и Кенни где-то там. О, блядь. О, блядь. Кенни! Не двигаться. Блядь, не хочу никого потерять. Я его не вижу. Следи за ними. Нееет! Только не Уолтер. Блядь! Нет! Пожалуйста, прекрати! Это за нашего человека. Я не хотел этого делать, но ты мне выбора не оставил. Значит, поступим вот как. Я приведу еще двое из твоих друзей. И пущу ему пулю в затылок. Или можешь ждаться прямо сейчас. Выбирай. Привет, Элвин. Ах ты ублюдок. Элвин. Билл, нет! Скажи ему, пусть прекратит. Кенни, прекрати! Помнишь Джорджа, Элвин? Я, знаешь ли, помню. У тебя был друг по имени Джордж. Я помню, как ты его хладнокровно убил. А почему? Потому что я тебе не... Потому что я тебе не нравился. Мог бы жалобу подать. Мог бы. Мог бы вести себя цилиндзованно. Что она сделает, если защитит? Можешь всю ночь продолжать. Вы этого хотите? Где Люк? Свалил наконец-то, да? Почему я не удивлен? Я предупреждал. Предупреждал, что за ним идти не надо. И вот куда он вас привел. Но теперь вы в безопасности. Мы возвращаемся домой. Одной семьей. Ладно, соберите их всех. Возвращаемся в лагерь. Что, реально? Что, это все реально? Мы никак не сможем спастись? Ну ладно, я максимально спас от челов. Все? В следующем эпизоде The Walking Dead. Концовки какие-то странные, да? Заметили? Так, ну Люк наверх. Не знаю, могли мы спасти Уолтера. Но знаю, что один из нас не сдался сразу. Знаю. Людей задело то, что произошло. Но давайте не забывать, это наши братья и сестры. И всем им предстоит сыграть важнейшую роль в сообществе. Да, они отбились от стада. Но это не значит, что они не могут заслужить возвращения в наш круг. Я не хочу сказать, что мы не можем найти в себе силы их простить. Мы очень хорошо знаем, те, кто не жалеет, принять нашу любовь, несомненно, об этом пожалеет. Удвигается буря. Орда, бля. Интересно, что они будут делать. Но они опять тупые. Ничего вообще не сделали. Так, ну, тут у всех 50 на 50. What did you sit with a dinner? А, это с кем вы сели. 35% с люком сели. Точнее, ну да, да, 35%. Все остальные сели с этим. Скинь. Интересно. Ну, это, бля, так, конечно... Тяжелый выбор, короче. Сложный выбор. Почему сесть не всем рядом? Просто говоришь, я не хочу ее с вами делить. Я хочу с вами сесть вместе. Все. Маленькая девочка, маленькая девочка. Которая нравится мне, что? Little girl. Ну, ладно. Как-то быстро. Но все равно, интересно. Мне интересно война с Ордой. Ой, вот это я прям хочу. Вот это прям я... Ммм, вкусненько. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Заходите на Бусти. Слушайте мою кринш-озвучку. Хинта игр. И всем бб.